Абекодер, добро пожаловать на практическую часть урока, посвященного абстрактным классам. Мы находимся на сайте HackerRank, где нам предложено решить задачу. Начинается все с того, что нам вкратце напоминают, что из себя представляет абстрактный класс, и дают пример абстрактного класса по имени Book, то есть книга. Напоминаю, что если мы попытаемся создать объект класса Book напрямую, то нас ждет разочарование в виде ошибочки. Поэтому в качестве задания нам необходимо создать новый класс, который будет потомком класса Book. В классе Book присутствует метод setTitle, который также абстрактный. Поэтому мы должны будем его переопределить в классе потомки. В редакторе нас ждет, собственно, абстрактный класс Book, а также в MainMethod создан объект класса MyBook, который по сценарию является прямым потомком абстрактного класса. Из задания нам предложено заполнить недостающий пробел в нашей программе, а именно создать класс MyBook, чтобы все работало как надо. Несмотря на окажущуюся простоту таких заданий, они помогают, что называется, запоминать ручками предыдущий урок, а не просто смотреть и слушать, как я рассказываю тему. Итак, начнем создавать наш класс. Пишем класс. Делаем отступ. MyBook, который extends класс Book. И внутри этого класса мы переопределяем, соответственно, Overwrite, и дальше тот самый класс, тот самый метод setTitle. Не setTitle, а setTitle. Он принимает на вход стринг s. И для чего он нужен? Конечно же, для того, чтобы устанавливать значение полю title. Соответственно, thisTitle equals s. Проверим. Все сработало. И submit code. Три теста. И все проходят все успешно. Ну что ж, это был V. Ставь императорский палец вверх, подписывайся на канал, бей в колокол, и увидимся на следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok